храпун мой разбудила его я вышла в уголочек из бисеринки всегда выходим из бисеринки чтобы мы не делали всегда из бисеринки обратите внимание чем я говорю взяли расправили поэтому когда вы будете делать кулон не зажимайте не стягивайте пусть сами биконусы держат друг друга чтобы волной не пошли они прекрасно сами все держит вот теперь я буду пришивать или колечко можно пришить и но я вот покажу карабинчик а я взяла вот такой десятку блестящую она более нежная вот я беру две бисеринки беру карабинчик и снова две бисеринки и иду через вторую бисеринку с другой стороны биконуса прохожу вот так смотрите вот так прохожу чтобы иголка ровно прошла бы через бисеринку биконус эти вот так чтобы не закрутилась тут получилось теперь мне осталось только укрепить опять я прохожу через серебряную вот металлическую через две бисеринки через две бисеринки десятки через карабинчик если у вас бисер конечно десятка но она может быть разная если у вас туго идет значит возьмите не две бисеринки а три бисеринки и от карабинчика зависит маленький большой поэтому ничего страшного если вы вам понадобится взять три бисеринки только не делайте петлю большую чтобы она именно петелькой большой там не выделялась вот так и укрепляю могу еще раз пройти и потом прячу леску смотрите я 0 20 работаю с леской по много раз могу проходить очень все хорошо держится если нету двадцатки тогда 0 8 0 18 можно взять меньше размер надо конечно смотреть как как близко взять я имею ввиду биконус все я закрепила теперь запутаю пройдусь по квадратикам и у меня он готов такой шикарный осталось только приобрести цепочку и одеть вот смотрите опять иду только по рисунку значит биконус бисеринка биконус бисеринка ничего не пропускаю видите как я иду до 80 сантиметров лески как раз только только еготь на глаз делала все обрезаем даже тут ничего поджигать не надо такие кулончики получились если вы хотите чтобы не ромбиком было квадратиком значит пришиваем вот в серединку и тогда получается квадратик у нас везде есть эти бисеринки тогда вот пришиваем вот в серединку получилась я вам покажу еще как сделать из таких квадратиков ромбиков сережку вот я вышла из бисеринки с угла леской набрала 8 бисеринок серебряных просто серебряных мне кажется что они такие более нежные поэтому я взяла серебряные и делаем также проходим через бисеринку биконус и бисеринку проходим и делаем петельку если вы это все будете делать четырех миллиметров то же самое получится только все меньше в размере и опять вот когда я не прошла через бисеринка я прохожу через бисеринку и прохожу закрепляем вот такая просто петелечка получается у меня за у сделала на углу и хожу швензы здесь на эти сережки нужны которые закрываются потому что это стекло но все-таки имеет вес и поэтому лучше застежкой швензы брать хорошо все было бы и теперь я просто прячу леску закрепляю могу еще раз пройти не позволяет но себе эти меньше биконуса размер возьмите 018 потому что много раз проходим чтобы это хорошо что много раз проходим у нас квадратик такой жесткий получается вот все я сейчас спрячу вот такая петелечка у меня получается я сделала вот такую петельку из бисеринок также можно и с такого ромбика сережки сделать значит также делаем петельку без карабинчик а вот у меня так вот такая швенза она застегивается я ее раскрываю так аккуратно раскрываю чтобы не сломать и хочу ее украсить но может у вас красивее швензы есть не надо украшать но вот я одела биконус и опускаю украсила теперь опускаю обратно швензу вот это у меня украшенная теперь я вот этим крючком так и 48 между 4 5 бисеринкой вставляю швензу вставляю и у меня сережка готова но надо именно чтобы закрывались там чтобы не потерять вот такой вариант сережки у меня получился сейчас покажу еще один вариант такая сережка нет смотрите я вышла вот не у нее с угла как вот в этой сережке а сбоку чтобы сережка вот так на ушки я вывела леску вот в эту центральную бисеринку набрала 6 бисеринок кто-то набрала меньше потому что у нас тут биконуса нету и большая петелька не нужно но вы все равно мерите вот я сделала петельку видно ее петелька и теперь просто закрепляю прохожу еще раз по кругу могу пройтись чтобы уже точно все держалась петелька была бы хорошо закреплена да и на стороне петельку сделал мой вышла не в ту сторону так сейчас пройдусь еще раз вот слезка так есть на прозрачное ничего вот по этой стране надо пройтись вверх прохожусь просто закрепляю петельку больше ничего не делаю прохожусь по петельке и одену швензу и у меня тогда сережки будут квадратные они ромбиком закреплять я буду тоже прохожу через бисеринку биконусы главное ничего не пропускать как что-нибудь пропустите так биконусы выскочит вверх или вниз поэтому когда закрепляем надо об этом помнить идем по рисунку и ничего не пропускаем вот так я закрепляю тут даже узлы делать не надо сколько раз я проходила поэтому просто прохожу вот главное чтобы ничего не пропустить закрепила теперь осталось у меня только одеть швензу так как у меня тут 6 значит между 3 4 одеваю если у вас швензу с петельками значит пришивайте как карабинчик набираем 3 бисеринки и швензу если у вас она вот получилась вот такая сережка квадратная вот я вам показала два варианта ромбик ромбик показала когда денете все будет хорошо смотреться ромбик и квадратная сережка такие фонти подвинься спишь ты зайчик ты мой вот так ромбик и квадратная сережка два варианта выбирайте какую вам больше всего понравится продолжаем вы думаете это все нет я сказала что буду поднимать вам настроение так что я продолжаю продолжаю поднимать вам настроение будем работать работать дальше теперь мы сделаем браслет можно сделать браслет ромбиком но так как я уже много чего ромбиком показала я сделаю вот такой браслет если хотите сделать такой браслет продолжаем смотреть как это сделать я набрала так фунти лапка запуталась в леске и фунти спишь ты опять так я вывела сбоку видите с бисеринки у нас все время идет все с бисеринки вывела леску закрепила набрала 4 пусины делаем круг через бисеринку проходим делаем круг делаем круг получаем квадратик такой теперь разворачиваешь неудобно прохожу через биконус подвину может быть сделала прохожу через биконус берем бисеринку проходим через биконус вокруг биконусов мэра распределяем бисеринки мои фунти растянулся ты мне такой большой стол а он не помещается тем более если он хочет иметь именно в центре быть так подтягиваем опять берем бисеринку уже все как делали все идут повторы поэтому это легко проходим через биконус и соединительную бисеринку вот у нас соединительная бисеринка за через него обязательно надо пройти вот она и выходим ведущую бисеринку вот у нас ведущая бисеринка вот даже вот такой можно сделать кончик если хотите сережки я такие делала вот именно такое и здесь петельку сделать петельку и будет вот такая сережка ноги и я это на шестерке не делал потому что и так тяжелую теперь проходим она четверки это очень красиво смотрится 4 миллиметра имеют до 6 миллиметров 4 проходим через биконус бисеринка ведущего бисеринку нам надо быть и ремешок мы делаем хочет уйти сейчас выпущу вот так вышло ведущую бисеринку я набрала снова 4 биконуса и делаю круг через вот через бисеринку разворачиваю потому что у меня леска вышла с этой стороны и распределяю бисеринки пришло обратно фунтик мы биконус прохожу беру бисеринку я все делаю вместе с вами так что смотрите сколько вещей я за примерно за час но еще часа нету сделала конечно не все варианты не сделаете но один вариант комплект вы конечно сможете сделать вот на такой квадратик мне 20 минут уходит остальное уже и проходим опять соединительную обязательно соединительную бисеринку соединительную и делаем столько квадратиков с одной стороны и с другой стороны сколько вам нужно чтобы сделать вот такой браслет получается кулон сережки и браслет надеюсь его настроение подняла и делаем такой размер как как нужно измеряем и потом я беру и пришиваю замочек и до конца уже делать не буду я беру две бисеринки замочек магнитик опять две бисеринки можно без бисеринок но я вот добавляю мне так нравится можно колечко и потом только замочек это уже смотрите и иду навстречу опять делаю круг просто делаю круг вот и закрепляю опять иду по кругу чтобы закрепить ничего не пропускаю чтобы спрятать леску надо пройти через соединительную бисеринку у нас вот она между биконусами ведь я много раз прохожу мне легко вот это леска она проходит хотя это бисер десятка когда я вот замочек сделала прячем проходим по если по кругу пройдете это хорошо просто тогда можно даже без узелков делать вот я иду по кругу квадратика ну кончик останется можете прижигать но иногда вот бывает обрежешь прижигешь и ему потому кожу царапает поэтому я если есть возможность проходить несколько раз то я лучше путаю леску вот опять выхожу в соединительную бисеринку соединительную ничего не пропускаю я как бы 8 ручку сделала и можно опять пройтись по кругу петельки где у нас магнитик смотрите как все хорошо получается это же самое делаем с другой стороны и у нас получится шикарный браслет и дальше делать уже не буду вот такой браслетик браслет вот такой комплект если сделаете 4 4 миллиметра значит все будет меньше надеюсь вам все было понятно для меня это важно особенно для новичков я люблю новичков мне нравится когда люди стремятся к чему-то и хотят что-то научиться чему-то новому это прекрасно это настолько хорошо и прекрасно когда видим вот такое чудо это конечно поднимает настроение и также сама можно сделать браслет вот такого типа можно сюда от одной бисеринки к другой вставить бусинку но я не вставляю я оставляю вот так когда я делаю вот такой же комплект то я не вставляю ничего вовнутрь потому что сережки в такие же и браслет вот такой надеюсь вам понравилось ставьте лайки пишите комментарии до свидания